Итак, о стройке века, новом жилье, а также долгостроях и бракоделах. Эксклюзивное интервью. Анатолий Борисович, вам повезло быть министром строительства и архитектуры именно в тот момент, когда в Беларуси возводится атомная электростанция. Это наша стройка века. Роль белорусов в этой стройке? Мы, если говоря по-простому, кирпичи подносим Росатому или все-таки делаем что-то больше? 87% работ здесь выполняются белорусскими строителями. Здесь никто не работает на подхвате, каждый объект закреплен за нашими трестами. И все, что сегодня делается, та же градирня, вот этот блок ядерный, ядерный остров, так называется, это все наши строители. Россияне задействованы вот на самом ядерном блоке. Вот это та точка, где остальное, все, что видно здесь в поле зрения, это все делают белорусские строители. Первый энергоблок уже начнет работать через три года. Вот президент на совещании в начале этой недели, он поручил не форсировать сроки строительства, вот мы укладываемся нормально, без оврала. То, что у нас расписано по графикам, и здесь оврала вообще недопустима, очень серьезно идет контроль по качеству и исполнению всех поставленных задач. Поэтому для того, чтобы предъявить объект или подписать объект его готовности, или даже к заливке бетона, готовность подписывает 8 человек, независимые друг от друга. Каждый рассматривает и подписывает документы, разрешающие произвести следующий этап работы. Поэтому здесь какие-то вообще отклонения, они просто недопустимы. Анатолий Борисович, вот Островец – это показательный такой населенный пункт в Беларуси практически за год независимости. Это первый город, который не то что с нуля, но в чистом поле строится заново. Ну, Островец, он сам по себе город не начался в чистом поле строиться, просто он развивается. И практически в этом году 100 тысяч жилья будет введено для будущих атомщиков. Планируется, что это будет арендное жилье с нормальной арендной платой невысокой. Это наша фишка, о которой мы все время сегодня и говорим. И президент говорит, что должна быть арендная. Ну что, снаружи красиво, давайте внутрь, может, пройдем. Давайте посмотрим. Пахнет новостройкой. Да, ну вот видите, дом никто не готовил специально. Видно, что люди только вышли, закончили строители. Ну вот, посмотрим. В принципе, здесь все строительные материалы применены отечественное производство. Гомельские обои, столярка – это производство собственное, Гродно Пронстрой. Вот эконом-класс, смотрите, я думаю, французский балкон. Давайте проверим, как фурнитура работает. Давайте посмотрим. Пожалуйста, можно. Это тоже производство собственное, Гродно Пронстрой. В советское время бытовало выражение, что жизнь человеку дается один раз, а квартира и того реже. Сейчас времена несколько изменились, но тем не менее, все равно получение собственной жилплощади – это знаковое событие в жизни каждого человека. При этом ипотечное кредитование у нас еще не развито. Жилье для нуждающихся строится по цене примерно 6,5-7 миллионов за метр квадратный. То есть это получается по 500 долларов, то, к чему мы давно хотели прийти, вот как бы пришли. Но при этом коммерческие застройщики продают раза в 2-3 выше квартиры. Не может ли здесь государство как-то повлиять на стоимость? Последние буквально полмесяца, вот этим мы сейчас и занимаемся, и уже прошел согласование документ, внесены изменения в 26 указ. Это для того, чтобы сегодня площадки для строительства в областных центрах и в городе Минске выделять нашим ДСК без аукциона. Они придут на эти рынки, они сегодня и выходят на них. С учетом того, что модернизированные предприятия, они сегодня, вы видите, по какой цене могут делать жилье. Наши строители, которые сегодня развились и умеют построить, и могут предложить населению гораздо дешевле жилье, почему им не дать сегодня площадки и дать возможность и заработать, и дать дешевое жилье для нуждающихся, или в меру нуждающихся, скажем, для среднего класса. Поэтому сейчас мы этот закон принимаем, внесены изменения, и буквально вот где-то мы уже с октября месяца начнем нарабатывать площадки в областных центрах. Это уже будет, мы с губернаторами со всеми договорились, что для этой работы мы проведем ее и покажем, чтобы у нас не было вот этих разговоров, покажем, за сколько можно построить жилье. Всегда стоимость квадратного метра, это такая цифра загадочная. Коммерческие застройщики ее не раскрывают, а государственности продают по 500 долларов и при этом работают с рентабельностью. За 650, за 700 они просто будут считать за счастье и построят такое жилье, а это выгодно тем, кто живет у нас сегодня и хочет построить жилье, но не является нуждающимся льготным кредитованием. Это им как раз подспорье. Анатолий Борисович, а вот через два месяца после вашего назначения на должность министра президент провел масштабное совещание по острым вопросам строительной отрасли. Тогда на совещании звучала цифра 400. 400 проблемных домов по всей республике было долгостроев. А сейчас вот сколько эта цифра? По-моему, 14. 14, да. То есть тут почти в 25-30 раз снизилось всего лишь за два года. Как удалось это сделать? Во-первых, усовершенство законодательства сегодня. Сегодня ужесточены контроли по выделению кредитных денег и под застройку. Никто сегодня практически не платит деньги зря. Поэтому подрядчик если взялся строить, знает, что это все контролируется, график должен быть 100% выполнен, тогда он получает свои деньги, заработанные вовремя, и может расплачиваться со своими, и поставщиками продукции, и со своими людьми в виде заработной платы. Поэтому заинтересованность людей – это раз. Во-вторых, защищенность по законам. Практически любого сегодня застройщика можно сменить застройщика, если он не выполняет свои обязательства перед дольщиками. Анатолий Борисович, скажите, вы возглавляете Министерство архитектуры и строительства с точки зрения градостроительной науки. Меняются как-то подходы в Беларуси к тому, как выглядят города или как будут выглядеть города? Какие здания строятся? Все-таки Беларуси уже очень много путешествуют в Западную Европу, в Азию, видят, какая сейчас новая архитектура. И вот нет ли такого диссонанса, что в Беларуси немножко другая архитектура? Некоторые критики даже термин придумали – агрогламур. Например, вот этот двор, он ничем не отличается от того, что делается в Европе. У нас свой менталитет, мы прекрасно видим, что нужно делать, как нужно делать. Есть в чем подражать, но я думаю, что мы идем правильным направлением. Дома с каждым годом становятся более комфортные, мы их приближаем по условиям проживания и по функциональности квартир, мы их приближаем к европейским нормам. Сегодня у нас есть любое жилье, и квартиры, и студии разработаны, и для многодетных семей. У нас практически есть весь набор. Поэтому я считаю, что наша архитектура должна развиваться своим путем, и мы для этого имеем и кадры, и сегодня опыт, и наработанный уже опыт. А вот как вы относитесь к термину агрогламур? У каждого, наверное, свое видение, кто-то просто, я это называю снобизмом, прекрасные, красивые микрорайоны. Все, что новое строится, я думаю, любой приезжающий сегодня к нам в страну, и они это все подтверждают, все люди, и архитекторы, и те, кто занимается стройкой, и просто бизнесмены, они в восторге от того, что строится. Поэтому это выражение, оно меня, честно говоря, раздражает. Действительно есть лицо, и у нас есть достаточно много архитекторов и проектировщиков, которые делают то, что сегодня мы видим. Анатолий Борисович, во вторник у президента на совещании была поставлена задача по снижению себестоимости производства стройматериалов. Вы уже как-то наметили для себя, какие шаги в отрасли можно сделать, чтобы снизить издержки? Конечно же, основная задача – это снижение себестоимости для того, чтобы предприятия, которые прошли модернизацию, могли иметь больше маржинальность. Значит, они должны выпустить дешевле продукт, продать его дороже. И вот сегодня та задача, которая поставлена президентом, она, конечно, будет продолжаться. А это показатель выживания отрасли. Если не будет себестоимости, значит, мы замрем, и мы не сможем конкурировать с теми, кто сегодня с этим работает. Эта работа постоянная, она сегодня и позволила получить цемент дешевле, получить сегодня квадратный метр, удержать на уровне 2014 года. Это сделано благодаря тому, что сегодня модернизация предприятий ДСК произошла. Спасибо большое, увидимся на следующей стройке. Всего доброго, спасибо.